Подошли к какому-то озеру маленькому, либо болото. Ноги подмазают. Здесь дебри конкретные. Как мы сейчас будем пролазить? Смотрите, какая стена. Чуть не ушли вправо. Оказывается, все нужно делать по тактике, как делают мужики. Уходить налево. Ну, наш немецкий друг, оказывается, практически весь Казахстан обошел. Актау, Шопаната. Короче, обошел практически все. И не каждый казахстанец это сделает. Оставили, короче, машину возле дома одного. Переговорили с хозяином. Ну, чтобы с машиной все нормально было. И двинулись. Сегодня мы идем. Друг мой, Айдар. И немецкий друг, еще один гость наш. Как вас зовут еще раз? Дит Харт. Дит Харт. Короче, Даке. По-казахстан. Даке, да? Ну, так, да. Говорят Дима. Дима, да? Нет, Дима не пойдет. Даке. Окей. По-нашему. Так, идем по маршруту, короче. Вот на ту вышку. Морозец показывал около 30, по-моему, да? Да. Дороги было весело. Очень много узнали про сельское хозяйство. Аддеке. Он приехал поднимать наше казахстанское сельское хозяйство. Делится немецкой практикой. Нам это нужно. Короче, упрямые казахи снегоступы пока не одевают. Наш немецкий друг умный. Он одет снегоступы. Мы решили себе зарядку сделать. Сейчас пройдем поле. Просто думаем, что в лесу нам будет поменьше снега. Но я, на всякий случай, с собой взял снегоступы. Они у меня за спиной. Айдар. Попадет. Да. Альпинист говорил, что таким макаром гулял в Алма-Ате по горам. В гору. В гору. Что, зашли уже в лес. Здесь уже снега побольше. Я одел снегоступы. Идем, короче, по следу. Здесь следы проложили на лыжах кто-то. Видимо, местные, может быть. Или тоже такие же заезжие, туристы. Может быть, охотники. Но уже потом немножко пропотели. Нормально. Подошли к какому-то озеру маленькому. Либо болото. Снег густой. Видите, да, красоту всю. Я думал, провалился по поясу такой. А-а-а, не может быть. Без снегоступов идет. Не знаю, еще пути много. Но он решил, короче, себе сделать хорошую физкультуру. Вот, смотрите, какой здесь. Походу, болото это. Идем за немецким другом нашим. Сейчас он нас заведет куда-нибудь. Ха-ха-ха. Вот ты скажешь, да, что ему за 60 уже. Кстати, когда ехали, интересно, вечер он сказал, он увидел работающую автомойку. Сказал, что в Германии при минус 5-10 автомойки уже не работают. То есть это не рекомендуется для машин. А я ему в ответ сказал, что у нас работает, потому что не рекомендуется на грязную ездить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Среды уже прошли. Прокладываем уже путь сами. Ориентируемся по подъему. Здесь уже сосны повыше пошли. Вот, красиво какие. Видите? Все так нормально, но ноги начали подъем нарезать немножко. Здесь дебри конкретные. Как мы сейчас будем пролазить, не знаю. Смотрите, какая стена. Ну, потихонечку между деревьями идем. Опа! Возвратка идет. Булжизали, блулжизали. И вышли, короче, на дорогу. У нас в сникосходе где ходят. Следы прямо от него. Надеемся, что они приведут нас сюда, на верхнюю точку. Ну и немножко передохнем от глубокого снега. В принципе, все нормально. Маленький такой пот идет. Потому что я сильно тепло не одевался, но вот ноги начали подмерзать. Но для этого стараюсь там пальцами двигать, начали их разогревать. Руки поначалу мерзли, сейчас нормально. Короче, чуть не ушли вправо. Оказывается, все нужно делать по тактике, как делают мужики. Уходить налево. Вон вышка. Видишь, да, Дитка? А? Вот, 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 сюда вот. Поэтому вот эти следы туда ушли. Тоже, видимо, они туда идут. А этот снегоход ушел. Это охотники, видимо. Да. Ну, у нас немецкий друг, по-каказывается, практически весь Казахстан обходил. Обошел. Был в Актау, да? Да. Актау, Шопаната. Да, Павлодар, Петро Павловск. Кокшитау, Кустанай. Тоже в юг. Алматы. Тарас, Шимкент. Ну, это все. Короче, обошел практически все. И не каждый казахстанец это сделает. Я когда говорю по-английски, кто-то говорит, у тебя акцент такой, у тебя акцент такой. Дитрих, у вас акцент грузинский русского языка. Грузинский? Мне кажется, грузинский. Да, он и похож на грузинский. Грузия, грузия, хороший, хороший стран. Хорошее вино. Нет, я еще не там был, но мне хочется сюда. Да, да. Горы. Горы, да, красивые там тоже. Каугазус, Каугазус. Это самые любимые горы, когда ты в Европе живешь. А ты знаешь, а потом надо идти... Кавказ, да? Кавказ. А, Кавказ, да. А вот те места, которые вы посетили в Казахстане, больше всего где понравились? Ну, это очень... Не, ну тогда ладно, тогда такой вопрос. Где больше экстримов получили вы? А, ну, экстримов получили в Камчатке. В Камчатке. Я отдыхал в Камчатке. Не, а в Казахстане? Ну, на второе место, это Казахстан. И Актау, это было очень хорошо. Актау, да? Актау, да. Особенно, когда мы были на Усть-Юрт. Усть-Юрт. Усть-Юрт, да. Там простор же. Да. Палатки начали, вы рассказывали, да? Да, да, да. Вот на джипах там ездили, потом в палатке там день-два-друг, по-моему. Да, мы два джипа, не, один джип, мы вместе ехали с гидом. И несколько раз в палатке спали. Иногда и маленькая гостиница использовали. Все вместе, две недели там были. Мощно? Очень-очень интенсивное время было. Да. И, кстати, он с женой курсировал в районах Актау. Супруга у него тоже в спортик. Да, да. Солнышко уже подымается и мороз уже спадает. Здесь уже наверху, среди деревьев, сугробы нормальные. Я бы не сказал, что маленькие. Айдар так идет, без снегоступов. Я считаю, у него нагрузка еще в два раза больше. Но улыбается пока. Впереди наш немецкий гость прокладывает нам дорогу. Меняемся с ним. Ноги уже согрелись. Хотя Айдар говорит, это обманчиво. Может быть и замерзли. Но я так пальцами двигаю, вроде бы боль ощущается. Значит, пальцы живые. При ходьбе, когда шел, делал сокращение пальцами. Тем самым обогрелся. Сейчас все хорошо. Вот здесь поднимаемся так же, между деревьев. Давай направо. Ну давай направо, если хочешь. Давай направо. Уже точно не потеряемся. Уже примерно видели, где идем. У меня один подписчик просил поймать тишину леса. Молфим. Вот вам минуты счастья. Смотрите, как дерево перегнулось. Красиво. Пробираемся через дебри вообще конкретные. И что-то сегодня не видим эту вершину. Крутой подъем пошел, но мелких деревьев очень много. Тяжело проходить. Ну идем, идем. Силы уже на исходе. Сейчас вершина будет. Должна вас нагрозить. Давай я вперед пойду. Стой. Дай молодым порулить немножко. Стой, он идет, идет. Здесь большой склон. Вот солнышко. Мелкий молодняк деревьев. Мешает нам проходить. Здесь еще, видимо, скалы. Дидхарт говорит, что в Германии березы так считаются, как сорняки. Много-много растет, как сорняки в лесу. Много-много растет, да? Да, много растет. Тел. Березы растут, как сорняки. Маленький гребень. Не знаю, заберемся, нет? А, тяжело уже. Сейчас. Мы поднялись на гору, но, по-моему, не на ту. Вот отсюда вид уже идет. Сейчас туда до края дойдем, посмотрим, где мы. Осилили, оказывается, совсем другую гору. А вышка отказалась слева. Вон она. Да, о. Как провальс. Ну, пройди, пройди. Вот так мы и идем на снегоступах, а он прет, как танк. И улыбается. Кайфует. А? Кому че? Вон как. Наш немецкий друг попер, короче. Капец. За 60 лет человеку. А мы за ним премся. Всем бы так. В такие боевые года. Такое здоровье. И вот она, вершина. О, неужели дошли? Да. Отличный маршрут. Еще такой мороз. Вот она, точка. Фух. Немецкий друг наш, доволен. Есть! Нужно здесь полосинка поорать. А-а-а-а! Изюминка нашего похода. И дрон не нужен здесь. Смотрите. Какая красота! Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В целом ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шапка конкретно замерзла Как кирпич короче Заехали по трассе уже покушать Че-нибудь шашлыка хочется баранина, утка, окорчка, свинина еще одна баранина всего хочется все хочется мне чай дадите, да? он сейчас, а то в снеговика превратится пошла вторая партия пива фотографируй автобус спасибо сокровенные точки Советского Союза практически у всех прошли, правильно? от Владивостока, Кавказа, Азии и получается и Казахстан практически нет уже живых мест, где он не прошел короче, шашлык ужасный одни сухожилия, короче ладно все это забивает отличная компания лук из шашлыка я врать не буду вот, среди всех вот этих кафе там впереди есть одно второе вот это третье здесь шашлык брать не надо вот он называется шашлычный дворик берите вот в соседнем кафе кстати, наш друг немецкий он как раз подсказывал туда зайти там, говорит, лучше а мы сюда зашли ребята, Акульский здесь работает пока от Мороза где-то губит это не движок движок чисто работает, нормально что, восстановите? нет, вообще мы как работаем здесь? ааа, катайтесь ну все, давайте, ладно удачи по концу нашего похода хорошая новость мне позвонили и сказали что я дядя Маша, брат породился сын вообще отличный день ютуб это как машина времени когда эти записи можно посмотреть и вспомнить, да? немножко поговорить с будущим вот своему племешу я скажу что вот в этот холодный день когда я ходил в Акуль такие морозы ты и родился ааа ааа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok